Привет всем! Сегодня видео о пустых баночках. Я думаю, такое видео тоже полезно. Я не снимала видео о пустых баночках, но смотрю, девочки снимают. И все-таки, наверное, оно стоит внимания, потому что вы видите, что человек пользовался этим продуктом и уже может точно сказать, будет он покупать этот продукт или нет, понравился или нет. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, возьмите, заварите чаек, кофеек и приятного и полезного просмотра вам. А мы начнем. Давайте я начну с ухода для лица. Покажу вам умывалку Embryolisse Light Cream. Она для очень такого осторожного, нежного умывания для лица, но все-таки мне кожу сушит, поэтому для нормальной жирной кожи, для жирной, я думаю, будет маловато, да, для нормальной кожи будет, вот, умывалка будет хороша. Ну, в принципе, она и для меня была хороша, но у меня кожа обезвоженная, и мне, по большому счету, все умывалки сушат кожу. Поэтому я не могу сказать, что она мне не понравилась. Хорошая умывалка, она хорошо смывает макияж, загрязнение. То есть, прям вот, ну, просто я люблю экспериментировать, и что-то всегда покупаю, что-то ищу для себя. Да, непонятно что, но что-то ищу. Вот, поэтому 200 миллиграмм хватает надолго, не раздражает кожу, но сушить, ну, как бы, кожа у меня тянет. Но, опять повторюсь, у меня сухая кожа обезвоженная, поэтому здесь выбирайте для себя. Дальше, дальше давайте покажу вам зубную пасту. Крест, вот такая вот она, с синей тубе. Она мне не понравилась. Она плохо отбеливает зубы, и она плохо освежает. Та, которая у меня сейчас, если вы подписаны на мой канал и смотрите мои видео, то вы видели, да, какую я приобрела себе зубную пасту. В белой тубе она классная. Она хорошо освежает, свежесть держится целый день. Зубы хорошо тоже отбеливает, поэтому вот это вот нет, а вот в белой тубе классная. Дальше, крем для лица. Вот такая вот баночка с конским жиром. Классный крем, особенно для сухой обезвоженной кожи. Идеальный, идеальный крем. Он прям, когда вы наносите, превращается в такую вот влагу. Ну, классный. Особенно будет хорошо, у меня батарея разряжается, нужно быстрее. Особенно будет хорошо на лето. Поэтому я хочу его купить. Ну, увидим. 75 миллиграмм, по-моему, здесь 70. Но расходуется он быстро. Может, я просто много беру его. Но он классный. Особенно в холодильник поставить летом, что с утра, что после жаркого дня вечером, да, когда вы уже умылись. Это будет просто идеальный крем. Поэтому вот на лето для сухой обезвоженной кожи это прям что-то с чем-то. Советую. Стоит 500 гривен. Искать нужно на сайтах. Классный. Это корейский бренд. Я, если не сказала. Дальше. Крем. Извините за такой вот показ. Я его обрезала. И там еще, кстати, очень много продукта остается, ребята. Поэтому отрезайте и допользуйте продукт. Особенно, если он вам нравится. У кого кожа склонная к аллергиям, высыпания вот эти аллергические, куперозная сетка, покраснение. Вот классный крем. Тоже в пределах 500 гривен стоит. У меня есть еще одна туба. Мне муж привезет сейчас. Поэтому я пока не покупаю. Знаю, что есть. Вот. Классная. Классная бренд Урьяш. Это аптечный бренд. Поэтому классный. Мне хорошо помогает. Теперь по поводу кондиционера. Кондиционер для волос Ивраше. 150 миллиграмм. Масло Жажоба. Закончился. Я его больше не куплю. Почему? Потому что для моих волос, если у вас волосы испорчены окрашиванием, да, вот какими-то химическими такими продуктами, там, плойками и тому подобное, этого ухода мало. Надо что-то более эффективное, более такое питательное, увлажняющее. Поэтому вот этого, конечно, маловато. И покупать я его больше не буду. Хотя он стоит недорого. Вот. Дальше. Дальше. Вот такая вот шампунь. Клер. Против перхоти. Питающий шампунь. Восстановление поврежденных окрашенных волос. Купила по просьбе своей дочки. Волос. Волос. Когда вы моете, аромат приятный. И волос вот как-то много. Знаете, есть шампуни, которые моешь, и волос потом мало, а вот этим моешь, и волос много. Но я заметила, что как-то быстро грязнится голова. Ну, не знаю. Больше не хочу покупать, потому что после Head & Shoulders у меня волосы намного лучше. Вот. И сейчас я немножко по-другому мою голову. Если вам интересно, я еще раз сниму такое видео. Потому что я уже снимала, как я ухаживаю за волосами. И там прям очень много я использовала. И просто я сейчас смотрю, я свои волосы отращиваю, да, и вот эти сухие обрезаю потихонечку. И поэтому уход у меня тоже немножко вот перестраивается. И сейчас у меня немножко подход тоже поменялся. Поэтому обновленный свой уход за волосами я сниму немножко позже. Дальше. Декоративная косметика. Бибишка. Вот такая вот буржуа. Healthy Mix. Ничуть не хуже люксовых продуктов такого типа. Аромат приятный. На коже выглядит красиво. Поэтому если вам нужна бибишка, вот такая легенькая, которая не будет утяжелять вам макияж, просто вот нанесли и побежали, то присмотритесь. Классная, удобная. У меня 0,2 оттенок. Это не думайте. Здесь вот слишком темное показано. Но он не настолько темный. Он как раз вот сейчас на мое лицо подходит. Ну, закончился. Буду его покупать? Буду. Потому что, ну, я не вижу смысла переплачивать. Я не вижу. Мне вот интересно еще CC-крем от, или BB-крем, по-моему, CC-крем от бренда. Забыла, как называется. Он сейчас у всех на устах на ютубе. Обязательно вспомню. Если куплю, скажу. Он стоит 1300 гривен, по-моему. 40 миллиграмм там. Забыла название. Классная. Классная. Там они есть BB-крема, CC-крема. Они как бы идут с ухаживающим эффектом. Недавно рассказывала о нем Крыгина. Елена Крыгина. Не эмбриолиз. А как же он называется? Ладно, не буду затягивать. Хорошая ребишка. Это, буржуа, это не, я бы сказала, не масс-маркет. Буржуа, это, наверное, middle, потому что цены далеко в буржуа не такие, как в масс-маркете. Масс-маркет это Essence, там Catrice, какие-то еще там. Вот. А буржуа, я бы сказала, что это middle, потому что там цены достаточно высокие для масс-маркета. Поэтому классная. Вообще бренд буржуа мне очень нравится. И туши, две туши. От Luxe Visage, панорамные накладные ресницы. Классная тушь, но я люблю экспериментировать, поэтому всегда показываем что-то другое. Но вообще могу советовать, и буду я ее еще покупать. Бюджетная, классная, хорошие ресницы. Черные, пушистые, длинные, что еще надо. Не осыпается, не отпечатывается. Классная тушь. Мне сейчас она больше нравится, чем вот, как оно там, от Vivienne Sabo, да, или Cabaret, Cabaret, или как она называется, она мне перенравилась. А вот эти вот туши классные. Там есть накладные ресницы, есть панорамный объем. Что та, что та тушь классная. Поэтому вот эта тушь, Crazy Total Effect, никакого Crazy здесь нету. Вот, но тоже неплохая тушь. Кисточки силиконовые, потому что я люблю силиконовые кисточки. Ну так, тушь на каждый день тоже как бы неплохая. Ну вот, больше мне нравятся вот эти вот. Так, на этом все. У меня камера уже сейчас потухнет, наверное. Если вам было полезно и это видео, напишите мне в комментариях, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте. Жду вас под своим видео. И увидимся. До новых встреч. Пока.